Здравствуйте, дорогие подписчики, друзья и гости моего канала! С вами вновь Елена! Сегодня я предлагаю вам приготовить вместе со мной вкусную аджику, которую я называю два в одном. Почему такое название у моей аджики? Да потому что мы будем с вами готовить и аджику, и томатный сок на зиму сразу. Как мы с вами это будем делать, вы сейчас увидите. Для приготовления аджики нам потребуются, конечно же, вкусные, спелые, красненькие помидорчики, чесночок, перец сладкий, перец горький, обязательно, обязательно корень хрена, сахар, 9% уксус, соль и немного-немножко подсолнечного масла. Данный рецепт, друзья, я узнала очень давно от моей любимой бабули. Ее уже давно нет вместе с нами, но ее рецепт не перестает радовать нас по сей день. Я желаю вам хорошего просмотра. Я желаю вам вкусных заготовок на зиму. Ну а сейчас, если у вас есть желание приготовить вместе со мной такую аджику, давайте просмотрите данное видео до конца и сделайте то же самое по моему рецепту. Ну а сейчас давайте приступим. Первым делом мы с вами будем перемалывать помидоры. Помидоры мы с вами перекрутили. Сейчас мы с вами будем отделять мякоть, помидор, от сока. Для этого нам понадобится сито. Я вот беру сито у меня такое. Беру кастрюльку, ставлю сито на кастрюльку. И сейчас я буду вот так перекладывать в сито жидкие помидоры. И потом беру деревянную лопаточку и вот таким вот образом мешаю. От помидор у меня остается вот такая кашица и вот такой сок. Кашицу я пересыпаю в отдельную мисочку. Из нее мы будем готовить нашу аджику. А это у нас с вами пойдет на томатный сок. Друзья, я отделила мякоть помидор. Видите, какая у меня она густая получилась. От сока. Сок у меня получился вот такой, густой. Ой, вообще просто прелесть. Сок я отставляю в сторону. Им я займусь попозже. А сейчас я продолжу приготовление аджики. Сейчас я перемелю перец горький, перец сладкий, чеснок и корень хрена. А сейчас я займусь перчиком. Перчик мы также с вами перемалываем на мясорубке. У острого горького перца срезаю хвостик, разрезаю перчик напополам. И также перемалываю вместе с семенами на мясорубке. А сейчас пришла очередь перемолоть чеснок. А сейчас добавим перемолотым помидором, перемолотый перец, чеснок и корень хрена. Все это хорошо перемешаем. Как аджика сокипит, добавьте 2 столовые ложки растительного масла. Перемешайте. И оставьте провариться еще на пару минут. Как только аджика проварилась, добавляем 2 столовые ложки 9% уксуса. Перемешиваем и перекладываем по стерилизованным баночкам. Очень вкусно. Итак, аджику мы с вами приготовили. Сейчас мы с вами займемся приготовлением томатного сока. Как вы видите, томатный сок у нас получился вот такой насыщенный, красненький, вкусненький. Даже, кстати, без соли он очень вкусный, томат. Сейчас мы с вами добавим соль. Но соль мы с вами будем добавлять по вкусу. Я обычно так и делаю. Добавляю соль по вкусу. Пробую. Добавила немножко и пробую. Если вкус у нас с вами хороший, такой соленоватенький, тогда, значит, все у нас с вами получилось на ура. Вот. Если вдруг даже вы не добавите нужное количество соли, то в процессе, потом уже зимой, вы сможете просто-напросто подсолить свой томатный сок. Ничего страшного в этом нет. Сахар я обычно ложу. Неполную столовую ложку. Кстати, такая пропорция идет у нас с вами. Неполная столовая ложка сахара на 2 литра томатного сока. Вот у меня в данный момент с 5 килограмм помидор получилось именно вот 2 литра томатного сока. На эту пропорцию у меня рассчитана в общем, 1 столовая ложка сахара. Кстати, даже можно не добавлять сахар. Ну, можно добавить. Я добавляю. Сок просто изумительный получился. Сейчас я его буду ставить на плиту и кипятить буквально 10 минут. Вернее как, как он у меня закипит сок, я убавляю газ и кипячу его буквально 10 минут. Сок я поставила кипятиться на газ. Здесь же у меня стерилизуются баночки под мой сок. Как только сок закипит, повторяю, что кипятить его надо на медленном огне в течение 10 минут. Друзья, из 5 килограмм помидор у меня вышло 2 литра томатного сока. Сейчас я их уберу под шубу до полного остывания. Ну, а потом, естественно, я отправлю их храниться в погреб. Если у вас нет погреба, вы можете отправить их в холодильник или в подполье, что у вас имеется на данный момент. Этот сок вас будет радовать всю свою зиму. Очень вкусно получается. Поверьте мне, очень вкусно. Итак, мои хорошие, с 5 килограммов помидор у меня вышло 4 баночки по 0,5 аджики и 2 литра томатного сока. Аджика у меня получилась очень густая. Желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Хелен. Впереди вас ждут вкусные рецепты от меня. Пока-пока, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok